В Твери прошли публичные слушания по вопросу внесения изменений в устав города. Напомним, соответствующий проект решения был принят депутатами Думы в первом чтении на прошлой неделе. Теперь же был вынесен на обсуждение общественности. Подробности в материале Никита Васильева. Впервые вопрос о внесении изменений в устав города Твери попал в повестку дня заседания Тверской городской думы 2 марта. Проектом решения предполагалось сокращение количества депутатов в муниципальном парламенте с 33 до 25. Это минимальная численность депутатского корпуса городского округа согласно федеральному законодательству. При этом предполагается, что изменится и сама избирательная система. Не будет голосования по партийным спискам. Жители областной столицы будут выбирать своих представителей исключительно по мажоритарным округам. Депутаты, которые избираются по одномандатным округам, они ближе к народу, они чаще общаются. Для муниципальных депутатов ближе, конечно, к мажоритарной системе, так называемой одномандатной. Почему? Потому что в основном вопросы, которые решаются на уровне муниципалитета, они, конечно, в основном хозяйственные, связанные с работой депутатов наук и избирателями, когда избиратели знают своего депутата. Депутаты это предложение поддержали. Проект решения был принят народными избранниками в первом чтении. Теперь его предстояло обсудить на публичных слушаниях. В них по традиции приняли участие представители городского парламента, общественные палаты Твери, члены общественных организаций и просто неравнодушные граждане. В ходе обсуждений было неоднократно подчеркнуто, что новый подход к формированию городской думы позволит народным избранникам более эффективно решать проблемы на своих округах. Избирателю нужен депутат, которого они знают, которого доверяют и который может услышать их просьбу, предложение и быть с ним вместе в течение того срока, на который он избрался. Если мы будем иметь 25 депутатов, это будет совершенно другая система работы депутата в округе. Депутат будет знать своих избирателей, потому что количество будет избирателей, у него будет меньше. Мы абсолютно поддерживаем тему о том, что мы должны, во-первых, прийти в рамках единой государственной политики по формированию единой системы власти. Мы должны прийти к единообразию даже со стороны коллег депутатов ЗАГС Собрания в системе представительной власти в нашем регионе. Впрочем, нельзя сказать, что собравшаяся общественность была единогласна. Так, определенного рода сомнения по поводу обоснованности данного проекта решения выразил представитель партии пенсионеров в Законодательном собрании региона Александр Гришин. Нельзя сейчас менять эту систему, которая сложилась уже у нас годами, которая хорошо отработана, и соотношение 16-17 — это нормальная система. Также свои замечания и предложения по вопросу внесли представители других политических и общественных объединений. В целом, большинство собравшихся инициативу о сокращении количества депутатов и об изменении выборной системы поддержали. Теперь окончательное решение по данному вопросу будет принято во втором чтении на одном из грядущих заседаний Тверской городской думы.